Всем привет! Мы находимся на территории загородного клуба Поплавок, где в честь начала масленичной недели мы решили испечь блины. Испечь блины с интересными жителями нашего города. И сегодня у нас в гостях основательница бутика модной женской одежды Ренфэшн Бутик Ирина. Ирина, привет! Здравствуйте, Юрий! Так тебя долго еще не представлял никто, мне кажется. 100%! Хочу сказать следующее, что в течение 10 лет я не жарила блины, это честно. То есть ровное количество лет, столько, сколько я уже в счастливой внебрачной жизни. Ну и правильное дело, потому что сейчас кто-нибудь напишет, потому что блины не жарят, их выпекают. Выпекают блины и блинчики. Так вот, и сегодня я специально не готовилась к нашей программе. Блины состоят из того, что у нас представлено на столе 100%. Это яйца, молоко, мука, подсолнечное масло и кипяточек. Добавляете ли вы, Юрий, блины? Я не добавляю, но если вы добавляете, у нас на территории загородного клуба Поплавок, где, кстати, Ирина, я хочу сказать, кто не умеет готовить блины всю масляничную неделю, всем гостям блины абсолютно бесплатны. Так что кипяточек, я думаю, здесь найдется, поскольку здесь тесто замешивается заранее. Когда была жива моя бабушка лет 20 назад, значит, у нас в деревне блины, это были максимально толстые блины, а блинчики, это такие ноздреватые. Уточняйте, Юрий, что мы сегодня... Ноздреватые, это какой-то жаргон, мне кажется, с вами. Ну, короче, они с дырочками, так бабушка говорила моя. Мне ноздреватых блинов брать. Вообще, мне кажется, секрет каждых блинов, именно теста для блинов, это в количестве яиц. Я бы начал с четырех, ими бы и закончил. Хорошо. Пожалуйста, Ирина. Ирина, вот, кто с тобой не знаком, хотя, мне кажется, в нашем городе, в районе, в области, таких людей абсолютно не даст. Нет, есть люди, которые меня не знают, и не знают даже о существовании моего магазина. Ну, они не подписаны тогда на новостной портал Блокот Волгодонская, и их нет в социальных сетях, если они тебя не знают. Мастер-класс. Я отойду. Нож и яйца, мне кажется, это какая-то страшная смесь в твоих руках. Вот, пусть это будет чашка для мусора. Скоролупочка туда никакая не попала. Вот, расскажи, как быть успешной бизнес-вумен, и тем более, насколько я знаю, что у тебя есть еще и в Краснодаре твой бутик, но в силу каких-то моментов ты больше сейчас находишься в Волгодонске. Что с твоим бизнесом в Краснодаре, расскажи. Это очень многих людей интересует, волнует, беспокоит. Сразу отвечу. Значит, в Краснодаре я проработала ровно полгода и поняла одно. Чтобы развиваться там, мне придется потратить еще на это лет пять в своей жизни. Почему так? Ну, потому что большой город, огромное количество бутиков, скажем так. Чтобы о себе заявить, как я заявила здесь в свое время, мне придется потратить вот такое количество времени. Там более серьезная конкуренция получается. Конечно. Поскольку город миллионик, обалованных людей, мне кажется, намного больше. Когда люди говорят, что у ИВН не получилось, вообще вот эта фраза, она к бизнесменам неприемлема. Она приемлема к твоим блинам. Да, она не получилась. Что, знаешь, не может получиться, это блинные. Ну, я просто произвела максимальный расчет времени и всего остального и решила, что я буду строить бизнес все-таки здесь. А как же наша гостиница на берегу побережья Ирины Черноморского? Я думаю, в нем случае. У меня же там есть квартира на самом деле. Просто открою маленький секрет. Ирина хочет открыть еще гостиницу на Черноморском побережье, а я буду альфонсом в нашей семье. По поводу личной жизни тоже всех волнует и все переживают. Как же так? Такая успешная, красивая, сексуальная. Теперь уже подтянутая. Хотя ты до этого была тоже подтянутая, но ты почему-то говоришь, что это было все абсолютно не так. Мы еще вернемся к этому моменту. И в свободном плавании. Вот все тебя считают какой-то вот феминисткой, потому что ты прям какая-то вот хейтишь мужиков. Во-первых, все мои монологи, да, которые я транслирую себя в истории, люди воспринимают все по-разному. То есть невозможно всем ответить вот так вот сразу. То есть кто что читает, кто что видит. Я абсолютно не феминистка. Я очень люблю мужчин, но мужчин достоин. Что в твоем понимании достойны мужчины? В моем понимании достойный мужчина это, во-первых, мужчина со стержнем. А мужчина, который финансово максимально обеспечен. Ну, на этом все, пожалуй. Вот, ну, понятно, что юмор, харизма, там, это все основы прилагающие. Значит, первое, это как бы первично для тебя финансово? Ну, конечно. Я два раза была замужем и из последнего брака. Не хочу сейчас говорить там о своем муже, он хороший, великолепный человек. Не хочу проживать ни с кем совместно. Потому что мужчины, как правило, требуют к себе внимания, требуют к себе какого-то ухода, как бы это ни звучало, Юрий. То есть я постоянно должна держать руку на пульсе. Я пришла домой, мне надо приготовить поесть. Одну на пульсе, вторую на стержне. Да, мне надо приготовить поесть тебе, спросить, как у тебя дела на работе, подготовить твои вещи, постепенно. Зачем мне это? Мы добавляем сюда столовую ложку сахара. Это еще одно. Ну, соли на глазок, давай я лучше посолю. Вот видишь, на глазок. Как будто бы ты мне не доверяешься в этом, да? Внимание, смертельный номер. Ты работаешь руками. Да, ну, короче, это выглядит вот так. Блины вообще, с какой начинкой ты больше всего любишь? И вот как вот к фигуре ты относишься, когда поедаешь непосредственно какие-то мощные моменты? Ну, после моей операции, о которой тоже, я думаю, что все знают. Они все, ну, знаешь. Вот расскажи, вот Ирина, Ирина, кстати, из тех людей, которые, ну, во-первых, не ищут легких путей, потому что, мне кажется, операция-то не особо-то легкий путь, потому что можно от архоза не очнуться. И нужно думать об этом, поскольку девушка сказала, что ей уже далеко не 16. Как называется, что ты делала? Это липосакция, это липофилинг и липоскульптурирование тела. И сейчас многие, ну, конечно, могла бы и в спортзал ходить. Ой, все говорят, да, могла бы и в спортзал ходить, могла бы и попу накачать. Ребят, я, во-первых, никому ничего не должна объяснять в моменте своей жизни, да. Вы проживаете свою, я проживаю свою, и решения принимаю только я. И не то, что пусть скажут многие спасибо, что я это озвучила. Я, как правило, озвучиваю все свои манипуляции, вернее, со своим телом. И поверьте, я два года занималась спортом, причем ходила на тренировки день через день, и результатов таких у меня не было. И чтобы были такие результаты, вы должны спортом жить. Вы должны жить спортом и должны жить питанием. А когда вы от раза, знаешь, от раза в раз худеем к лету... Что это, Мил, хорошо, дорого? Ну, не очень бюджетно, не скажу, сколько. Ну, полляма? Ну, чуть меньше. Самый для меня был стресс перед операцией, это то, что нельзя было полтора месяца принимать алкогольные напитки, употреблять, и курить сигареты, даже электронные, Юрий, нельзя. Вот видите, вы говорите, что легкие пути полтора месяца, попробуйте не побухать и не побулить. Получается, ты сделала себе талию, ты сделала себе живот, и потом все, что у тебя здесь было, это все тебе закачали в дедра. Да. Раздеваться. Это уже совсем другая передача. Блины я позволяю себе только в маслячную неделю, Юрий, например. Майонез я исключила. Хлебобулочные изделия я исключила. Конфеты я исключила. Что еще? Колбасу, сосиски, ну я не исключила. Алкоголь! Никогда его не исключил. Ну и правильно. Слушай, еще масло растительное, еще, ребята, я не знаю, делать это или нет, но я раньше добавляла соду и гасила ее в уксусе. Зачем я бедрами миляю, не знаю. Добавляла соду и гасила ее в уксусе. Я боюсь добавить больше, чем надо. А если я это сделаю? Ой, шипит как-нибудь. Вот это я дала. Что-то на богатом. Так, ну все. Сейчас будут ноздрятые, ноздревые. Ноздревые. Ну все, перемешались. А что мы добавляем? Получается масло растительное? Да. Получается так. Кипяток будем добавлять? Нет, не будем, не будем. Соды достаточно, Юрий. Сейчас начнется самый пикантный процесс. Я буду жарить блины. Я буду так с половника выливать его. Как думаешь, первый блин будет комом? Я думаю, что комом он не будет. Он будет просто интересной формы. Комковатый такой. Наверное. Формы шара в форме нашей земли. Итак, смертельный номер, ребята. Я не делала этого 10 лет. Ни хи***е! Вот это да! Вот это да! Тесто в сковородку налила. Сама! Как взрослая. О, ноздреватые пошли. Смотрите, снимайте, снимайте. Вот, ноздреватые блинчики. А это все благодаря чему? Моим рукам великолепным, Юрий. Может быть, потому что она гасила соды. Так, сейчас самое главное, самое главное процесс. Увидите, сковородка нормально? Да, сковородка хорошо. Короче, когда вот эти вот дырочки дойдут уже до конца. До логического завершения. Да, тогда мы переворачиваем блин. Переворачивать умеешь? Ну, я помню. Я помню, как это делать. Руки я помыла. Ребята, это прям вообще феноменально. Ну ты сейчас довольна собой. Я вообще максимально довольна. Просто как будто бы, я не знаю, как будто бы заработала прям 100 штук за час. Человек 10 лет не готовил блины, а сейчас с первого раза и первый же блин получился. Сейчас ты сказал пол. Все-таки ты осталась в зоне моего кулинарного обаяния, поэтому у тебя получилось все. Женешься на меня? Ты счастлива? Угу. Ну, конечно, когда ты построишь гостиницу на Черноморском побережье, сразу свадьба в этой гостинице. Первое мероприятие, которое пройдет в этой гостинице. Да, я сейчас чувствую себя максимально просто шеф-поваром. А что-то этот не наздреватый какой-то. Почему? Почему тут дырочку, а этот нет, Юр? В эпоху масла по талонам, 80-е годы, для тех, кто не знает молодежь, выдавалось 250 грамм на человека. Папа мой категорически был с этим не согласен, и когда мама жарила блины, он говорил, Наташ, ты вот это не смазывай, растопи-ка мне маслице. Она говорит, ага, сейчас. Мама, когда уходила на работу, и как папа меня учил есть блины. Говорит, доченька, берешь блинчик, вот так сворачиваешь. Юр, смотри, смертельный номер. Макаешь блин в масло, вот так, говорил папа, чтоб по локтю текло. Понял? Жирное же, не горит ничего. Потом сахарок. Мама полила, у нас, кстати, всегда по сахару, потому что сахар комками. Какая там ваша красная икра, ребята. Что модно в этом сезоне и в следующем, вообще вот весна-лето? Сейчас же весна-лето, я так понимаю? В отношении цветовой палитры заходят, опять же, они не заходят. Они у нас и были яркие цвета, яркие максимально. Это малина, это зеленый, мы, вернее, не мы. Но они кислотные или какие-то более прикусланные? Нет, они не кислотные, они сдержанные. Сдержанные, то есть, если это зеленый, то это зеленое яблоко. Очень красивый цвет. Кстати, идет очень многим девушкам, просто не все готовы примерять на себя данный цвет. Даже блондинка, блондинка не потеряется в таком зеленом? Нет, смотря какой цветотип у блондинки. Там же много тонкостей, Юрий. Так вот, одним из лидеров сезона 2023 является Orange. Это так его прозвали. Orange. Оранжевый. Ну, я понял. Это прям максимально вообще топовый. В отношении деталей, добавлены рюши, добавлены валаны практически на все изделия, даже на джинсы. То есть, романтизм включился в жизнь. Восьмидесятые вошли в чат, вы же видите, на мне, допустим, брюки. Брюки, трубы, картон у нас никогда не выходит из моды. Ой, я не люблю строить планы на будущее, честно. У меня вот все идет, как вот, знаешь, планы на будущее зависят от возможностей. В основном финансовых. Логично? Я в первую очередь. Какие планы? Мои планы на будущее. Я зарабатываю там сколько-то денег, планы на будущее. Ну, мои планы на будущее. Отметить свой день рождения на белой яхте в Средиземном море с тобой, с принцами, которые будут просто опахалами махать мне. Махать на меня. На нас? Ну, вот тут прям лухари хочу. Нет, меня. Вот такие у меня планы на ближайшее и будущее. Ты сильно нет? Раз, оп. О, видали? Видишь? Теперь сама. А теперь вот такая. Опа. Все. Нечисся. У нас будет начинка, значит, лук обжаренный в растительном масле с добавлением сливочного и фарша. Ну что, друзья, наши румяны ноздреватые практически. Практически, да. Блины от Ирэн Фэшн Бутик готовы. Всем приятной масленичной недели. Рецепт читайте дальше. Ира, тебе спасибо большое, что пришла. Ожидала, что блины так получится? Нет, я не ожидала на самом деле. Сегодня я проявила максимальную свою силу в плане приготовления и блинов. Хочу сказать огромное спасибо, Юр, за приглашение. Мне было очень-очень приятно. И хочу пожелать всем классной масленичной недели. Будьте добры, веселы и счастливы. Обняла всех даже вредим. Вот, даже вредим. Ваш Рэн Фэшн Бутик. Друзья, ну а если вы хотите, чтобы ваша масленичная неделя была максимально яркая и кульминация этой недели была фееричной и была сочной, то всех приглашаем в загородный клуб поплавок. Всю масленичную неделю блины для всех гостей абсолютно бесплатным комплиментом в подарок. Ну а кульминацией будет воскресенье. Это же массовое гуляние, жжение чучело и все это на задранном... Ой, я приеду. Ну естественно, что кто не приехал. Я так расписал, даже я приеду. Поэтому всем хорошей вкусной масленичной недели.